Продолжение следует... 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 Презентовать быстрее. Можно и так. Вы можете еще перебивать докладчиков, чтобы им было интереснее. Добрый день, постараюсь побыстрее, как и попросили. Итак, я буду говорить о среднем потребителе в Украине. Это не некое понятие средний класс, это средний, наиболее типичный потребитель. Что с ним происходило в последние годы и что происходило по структуре потребителей Украины. Первый слайд для того, чтобы более или менее себе сложить какое-то представление относительно тенденции последних лет с доходами потребителей. Здесь вы видите классическую раскладку, что могут позволить себе потребители. Сразу скажу, что фотографировать слайды не обязательно, потому что мы их вывесим завтра на нашем сайте. Обещаю, как человек… Глеб, они выложат их уже сейчас. Нормально, фотографируйте. Для целей социальных сетей, вне сомнения… Ты подал мне хорошую идею, кстати. Мы видим, что начиная с 2008 года происходили достаточно заметные разнонаправленные изменения в группах потребителей. Во-первых, то, что мы видим по бедным группам, наибольшая доля бедных потребителей, которые вынуждены экономить на питании, была в 2009 году. После этого она упала и в 2011 году не увеличилась. В то же время, что не очень благоприятно, и то, что мы видим также по данным из других источников, это то, что уменьшается благосостояние среднего потребителя. То есть, в частности, это видно по другим показателям, которые я покажу позже, и по данным, в частности, продаж товаров повседневного спроса. То есть, вы видите, что та группа, которой для покупки одежды и обуви необходимо сэкономить или занять с 19% в 2008 году выросла до 25% в четвертом квартале 2011 года. Также самая средняя, самая типичная группа потребителей, такой типичный масс-маркет, который может себе позволить питание, одежду и обувь в любой момент времени, но для более крупных покупок должен сэкономить или занять, достиг 42%. Происходит это, в частности, за счет уменьшения высшего среднего класса, который вышел на уровень 18% в четвертом квартале 2011 года, и уменьшения наиболее богатой группы, которая может себе позволить все, что угодно, кроме машины и квартиры. То есть, в принципе, вот эти вот тенденции, они очень нетипичны для, скажем так, периода наблюдений, начиная с 90-х годов, когда постоянная динамика была в сторону сдвижки в более высокие группы по доходам. Сейчас мы наблюдаем колебания между ними. Если посмотреть на потребительские настроения и на баланс доверия к нашему президенту, к нашему общему президенту, то мы видим, что, во-первых, есть прямая связь, но это не наиболее важно. Самое интересное в данном случае, здесь приведены данные по потребительским настроениям, которые получаются путем опроса нашей компании, тысячи людей каждый месяц, и в данном случае это данные с февраля 2009 года с дна кризиса. Вы видите, что для меня наиболее интересно, это последний год колебания очень невелики, и колебания в низком диапазоне от 65 до 80 пунктов. Это отрицательный диапазон, потому что диапазон в целом для индекса потребительских настроений от 0 до 200, где выше 100, это позитивно, ниже 100, это негативно. И что еще интересно, здесь есть две составляющие, индекс текущего состояния и индекс экономических ожиданий. Индекс текущего состояния, как изменилось материальное положение в последнее время, и насколько хорошее время для крупных покупок. То, что связано с конкретным моментом, индекс экономических ожиданий, это то, что ожидают в экономике на будущее. Вы видите, что даже в тяжелом кризисном 2009 году желтенький индекс был выше, чем зелененький индекс достаточно сильно. То есть люди считали, что сейчас хреново, но будет лучше. После выборов президента у многих людей были иллюзии, что вдруг резко все исправится. Собственно говоря, придет эта самая долгожданная стабильность. Она пришла, но совсем не такая, как ожидали эти избиратели. В результате вы видите, что сейчас показатели сошлись практически на одном уровне. Это очень сильно отличает Украину от докризисной ситуации, когда наоборот экономические ожидания были хуже, чем текущее состояние. То есть люди ожидали, что что-то, наверное, будет не так, но деньги были физически. Сейчас нет ни денег, ни ожиданий. Хорошие новости. Теперь данные из нашего регулярного исследования электоральных предпочтений. Опять-таки каждый месяц мы задаем вопрос относительно того, какие проблемы для респондентов наиболее важны. И здесь данные я агрегировал поквартально, чтобы не было колебаний помесячных, которые иногда искажают восприятие. И мы видим интересную тенденцию 2011 года. Уменьшение наиболее важной проблемы, которая беспокоит людей, это рост цен. Уменьшение доли тех, кто назвал эту проблему среди трех наиболее важных. Это нетипично для последних лет, поскольку начиная с середины 2000-х рост цен был наиболее важным и рост в своей важности. В то же время на высоком уровне находится, собственно говоря, после того, как подросла в начале 2011 года, такая проблема, как нехватка денег для нормальной жизни в формулировке нашей анкеты. И также мы видим, что выросла в четвертом квартале безработица, как проблема, которая беспокоит респондентов. Также я привел для понимания такой фактор, как безразличие власти к проблемам простых людей, который впервые за долгое-долгое время, наверное, за все время, как мы меряем эти показатели, вышел на третье место среди всех проблем, которые беспокоят респондентов. Глеб, две минуты. Кончились. Чуть-чуть быстрее. Теперь, когда мы… Чем все закончилось? Чем все закончилось, мы узнаем ближе к моменту нашей смерти. Итак, если посмотреть, как люди оценивают, насколько они могут экономить и насколько им нужны дополнительные ресурсы, что мы изучаем в нашем исследовании рынка банковских услуг, то мы видим, что выросла группа тех, кому требуются дополнительные ресурсы в течение 2011 года, сократилась группа тех, кто не может экономить, но и не требует дополнительных финансовых ресурсов, сократилась группа тех, кто может экономить и которым не нужны дополнительные ресурсы. Наиболее характерно это было именно для четвертого квартала 2011 года. Соответственно, сокращению воспринимаемому объема денег и финансовых возможностей респондентов изменилось отношение к акциям в продовольственном ритейле, опять-таки это исследование продовольственного ритейла. То есть если в 2008 году наиболее… На самом деле здесь наиболее важны соотношения. То есть вы видите, насколько выросла важность акций по снижению цены, простых как стенка, в то же время сокращение всяких, как я их здесь обозвал, финтифлюшек, вроде дегустации, розыгрышей призов, розыгрышей призов, лотереи и так далее. Также и сокращение привлекательности акций со специальными предложениями за больший объем покупки, что также связано с тем, что, собственно говоря, денег для того, чтобы воспользоваться этими предложениями у людей недостаточно. Почему так происходит? На самом деле, если посмотреть по индексу реальной зарплаты, то он не такой и ужасный. То есть и по доходам населения, по данным Идршкомстата, и по данным наших исследований нельзя сказать, что денег становится меньше у людей. И в принципе данным об номинальной зарплате, о реальной зарплате, о их динамике можно более или менее доверять. Как нам кажется, почему есть такой диссонанс между воспринимаемым благосостоянием и тем, который декларируется в статистике? Если вы посмотрите на рост номинальных зарплат, то рост номинальных зарплат, по данным Идршкомстата, в 2011 году по сравнению с 2010 составил 18,6%, что, как оказалось, кроме 2009 года, наименьший уровень с 1999 года. То есть украинцы привыкли к очень высоким темпам роста зарплат. В значительной степени, естественно, этот рост зарплат отъедался инфляцией, соответственно, индекс реальной зарплаты вы видите ниже. Но значительные части населения зарплаты не выросли, либо выросли незначительно. Рост цен сохранялся. Кроме того, также этой статистики, к сожалению, Идршкомстат не показывает. Но, в принципе, темпы роста пенсии и социальных выплат в прошлом году также были достаточно низкими. То есть это один из возможных факторов, объясняющих такое восприятие потребителей. Если мы посмотрим на структуру доходов граждан по данным того же Идршкомстата за 9 месяцев года, 2011 по сравнению с 2010, мы видим, собственно говоря, то, о чем я говорил, рост доли доходов от оплаты труда, уменьшение доли доходов от пенсии и соцвыплаты. Здесь мы говорим о уменьшении благосостояния наиболее бедной части потребителей, которые, собственно говоря, живут на пенсии и эти самые соцвыплаты. И также фактор, спасибо антинародному режиму и налоговому кодексу, это уменьшение доли доходов от предпринимательства. Наиболее значимое падение среди всех на полтора пункта, что, в принципе, редко происходит. То есть эта статистика по доходам, она достаточно стабильная. Но благодаря, собственно говоря, новым условиям для работы малого бизнеса по новому налоговому кодексу, многие граждане вышли из ведущих предпринимательскую деятельность, а те, которые ведут, сократили те доходы, которые они получают, что мы видим в статистике, что может также частично объяснять ухудшение восприятия благосостояния, поскольку ни одной зарплатой складываются доходы. Есть люди, которые самозаняты и ведут предпринимательскую деятельность, здесь их много. Еще один из факторов, объясняющий, почему для людей этот год оказался достаточно полезным и депрессивным, это особенности роста цен по категориям. Если мы посмотрим, здесь показаны среднегодовые темпы роста цен по категориям, данные Госкомстата, отсортированы сверху вниз по доле по потреблению. Я думаю, все слышали заявление правительства о том, что сократился темп роста цен на продовольственные товары, и это правда, был хороший урожай по всему, что растет в Украине, не росли цены по категориям, таким как мясо, например, и, соответственно, рост был достаточно небольшой, 6%. Но в то же время выросли цены очень значительно на товары и услуги, эластичность потребления которых достаточно низка. Это жилищно-коммунальные услуги, транспорт, алкогольные напитки и табачные изделия. Поскольку, в отличие от продовольственных товаров, здесь особенно переключаться на дешевое, уменьшать потребление было тяжело, то это также значительно повлияло и на фактическое благосостояние граждан, и на воспринимаемое благосостояние и покупательское поведение. Соответственно, благодаря всей этой совокупности факторов продолжилась негативная тенденция последних лет увеличения, опять-таки, данной Госкомстата, доли потребления продовольственных товаров в корзинке при уменьшении доли непродовольственных товаров, которая, если посмотреть по 9 месяцам 2011 года, составила 19,4% в корзинке, против максимума 2007 года, 21,2%. То есть, в принципе, непродовольственные товары это наиболее зависящее от потребительских настроений и от воспринимаемого финансового благополучия граждан категория. Потому что в услуги входят как всякие мелкие приятности, так и обязательные вещи, такие как жилищно-коммунальные и транспортные услуги. Если посмотреть по фактическим данным, уже таким более живым, которые меряет наша розничная панель методовой техники и электроники, то мы видим также достаточно нетипичную картину. Здесь я сравнил, немножечко изменив наш стандартный слайдик, да простит меня Андрей, который отвечает у нас за этот бизнес, я сравнил динамику четвертый квартал 2011 года к 2010, против динамики четвертый квартал 2010 года к 2009. И вы видите, казалось бы, прошлый год вроде как ближе к кризису, при этом я подумал, что может быть оно сильно оказалось под влиянием уменьшения доступности потребительских кредитов, я думаю, Анджи это позже прокомментирует. Статистика Нацбанка это не подтвердила, хотя процентные ставки в целом в прошлом году были выше по потребкредитам, в 2011 я имею в виду, чем в 2010. Но фактически, в первую очередь, в силу, как показывают эти данные потребительских настроений, готовности совершать крупные покупки, по ряду позиций мы наблюдали падение денежных объемов, по многим позициям существенное сокращение спроса, кроме фактической категории компьютерной техники и фототехники. И мы не можем ожидать рывка крупных покупок, поскольку если смотреть на соотношение между оценкой изменения благосостояния за 6 месяцев, зелененькая линия и оранжевая линия, готовность, насколько люди считают, что нынешнее время является хорошим временем для совершения крупных покупок для дома, то вы видите, что последние данные февраль 2012 года, они сошлись в одной точке, это означает, что в целом граждане не оценивают время как хорошее соотносительно с доходами, то есть поскольку, если мы смотрим на общий уровень индекса абсолютный, то 70 это вообще низко, то есть перед кризисом этот показатель регулярно зашкаливал за 100, и тот уровень, с которого он поднялся в начале 2009, он, конечно, был маленький, но вы видите, что даже в 2010 году, во втором квартале и в четвертом квартале он выходил на более высокий уровень. Зато последний слайд, что-то хорошее, это то, что поскольку, собственно говоря, особенно возможностей зарабатывать нету, и ходить по магазинам особенно тоже настроение радости не приносит, то украинцы начали больше смотреть телевизор, по данным нашей телепанели, на 3 минуты среднее время телесмотрения зрителями украинскими увеличилось. А это 6 телевизионных роликов. Да, что наблюдалось и в 2009 году, собственно говоря, после кризиса. Глеб, спасибо. День. Спасибо. Я давно не помню таких оптимистичных презентаций. Спасибо, Глеб. Я хотел перед второй презентацией дать слово как раз нашим участникам, как представителям разных сегментов. Вот, Александр, вы представляете общественное питание, фастфуды. Что у вас в сегменте творится? Последний год, что вы чувствуете? Не считая шоковых месяцев, которые были в конце 8-го, в начале 9-го, когда была такая у многих паника и такие широкие глаза. У меня 500 тысяч долларов в кредит, и что теперь мне делать? Сектор выстоял, но с двумя но. Первое. Выстояли те, кто давно на рынке, лидеры, не будем называть хуй-сху, ну, лидеры, которые давно пришли, которые правильно строили бизнес. У них продажи не упали, они росли. И они росли в 2010 году, и они росли в 2011 году. Причем они росли не за счет инфляции, а за счет увеличения количества посещений. Сократились те, кто были новички на рынке, не успели закрепиться, не успели заставить себя полюбить и объяснить четко, кто мы и что мы даем. Там сильно сократилось. То есть, в общем, так, может быть и сократилось чуть-чуть в денежном выражении общая масса денег, которая тратится на этот сегмент, но лидеры не пострадали, лидеры себя чувствовали хорошо и прирастали. Еще момент. Часть потребителей, которые не часто или вообще не посещала сегмент фастфуд, те, которые любили бизнес-ланчи, после кризиса стали ходить туда. И этим, этот кусочек добавил, собственно говоря, количество посетителей. То есть, картина вот такая. Живем. Супер. Анджей? Этот лучше. Анджей. Хорошо. Коротко про банковский сектор. Как бы очень много про него слышим. Очень часто его ненавидим. Почему? Потому что, когда у потребителей становится все плохо, у нас становится все хорошо. Это же наши клиенты, которым нужны деньги. Но это не до конца так. Есть грань. Последнее время видим, что у потребителей становится хуже. Они часто к нам обращаются за деньгами. Но вопрос в уровне их дисперации. Банки тоже заинтересованы в хорошем клиенте, который не просто возьмет деньги, а еще и фернет. Проблема нашего сектора, это такая, что очень массовый сегмент, бедный сегмент, которому нужны деньги, и очень надо деньги. Проблема в том, что нет того среднего класса, на котором на западе живет весь банковский сектор. Это машины, это квартиры, это развитие бизнеса. Вот это все, вот то, на чем как бы велетел весь банковский сектор в 2008 году, вот поезд остановился на 5 метрах. Вот все так тормознуло, и по сегодняшний день опять не началось. Так что банковский сектор тот, который финансирует вот эти потребности, ну, типа поломался холодильник, очень надо, вот этот сектор живет отлично. Зато сектор, который должен жить хорошо, который живет на среднем классе и помогает на самом деле выдвигать вот этот класс. Купите машину, потом заложите эту машину в залог, покупите квартиру, заложите квартиру в залог, развиньте свой бизнес. Вот этого движка сейчас нет. Так что банковский сектор, час его живет хорошо, а час его ждет долгожданной стабилизации. Ну, ждем, 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 и пока дождаться не может. Это если так коротко. Окей, пожалуйста. Это сегмент фактически лакшери. Сколько у вас средняя цена колечка? Не соврать, я думаю, 15-20 тысяч гривен. 15-20 тысяч гривен. Понятно. Что у вас? Если верить сегодняшним всем графикам и докладам, то, в общем, нам должно быть очень плохо. Поскольку потребитель становится более рациональным, затраты все снижают. А, в общем-то, рационального в ювелирных украшениях нет ничего. То есть утилитарной функции ноль. Нельзя там скопать грядку, доехать куда-то там. Ну, ничего нельзя сделать. Тем не менее, существует еще одна вещь классная. Это эмоция. И вот, собственно, наверное, только за счет эмоциональности мы в это время даже за последний год немного выросли. Потому что вот в это жуткое время человеку хочется все-таки… Человек, у него депутатский значок есть? Нет, нет, нет. На самом деле для нас главный… Люди, для которых мы работаем, это работающие женщины, которые много времени тратят на работу, на достижение определенных целей и хотят себя как-то отблагодарить за это. Потому что вот это эмоциональное ощущение того, что вот я это сделал, я это заслужил, я это получил, оно, в общем, важно. Вот так грустно все? Я честно думал, что мужчины, женщинам как-то подарок… Если посмотреть на средства, кто к нам приходит и кто покупает вещи, то на 65-70% это женщины сами себе. Или же женщины приходят, выбирают подарок, а мужчина его оплачивает. Но это такой, другой случай. Я понял. То есть у вас в принципе все хорошо? Не скажу, что… Нет, по сравнению с 2008 годом, до 2008, там рухнуло все очень сильно, но вот к последнему году у меня аналитика другая. То есть мы выросли немного за последний год. Я понял, за счет колечек или… Вот дорогих изделий. Мы попытались ввести в 2010 году сегмент сильно дешевле, сильно доступны, в районе тысячи до пяти. Мы не увидели спроса. То есть мы сейчас вернулись обратно к тому сегменту, для нас это не было выходом. Я понял. Хорошо. Дима. Я, честно говоря, понял, что, наверное, вот только с Александром у нас мы едой торгуем, и у нас все прекрасно, потому что вот из слайдов, которые вот все, что я для себя уловил и вынес из этой огромной статистики, мы продаем еду, соответственно, там было написано, что людям нужно заработать денег и потратить это на еду и на одежду, или же одолжить деньги и потратить их на еду и на одежду. И как бы сегмент самый большой. Поэтому я вижу, что, не знаю, у меня в ресторане там за неделю запись на ужины, да, и очередь там, может быть, в обед иногда стоит. Поэтому, ну, я сложности не вижу. Вопрос, как, наверное, продавать и позиционировать это все дело, но все хорошо, люди кушают и кушают активно. Мало того, наверное, те люди, которые раньше ходили на канделябры, золотые, хрустальные люстры за миллионы-миллионы долларов в другие рестораны, конечно, спустились в сегмент пониже, в casual, да, то есть едят теперь в ресторан высокого уровня качественную еду, но в лофт-интерьере с открытой кухней и такую же отменную стрипню получают каждый день. Ну, фактически уже у вас сегмент начался после кризиса. Ну, вот, ваша группа. Да, активно casual рестораны начали развиваться и я осознанно открывал в casual формате, конечно, вот в момент, скажем так, кризиса, потому что это то, что является спросом, соответственно, нужно сделать предложение на тот огромный спрос, который есть до сих пор и, судя по всему, он будет расти. Пожалуйста. Мобильная связь – это индустрия, которая очень крепко пострадала от кризиса. До кризиса компании росли, удваивая свои объемы каждый год. В кризисный год гривневая выручка всех операторов мобильной связи, по-моему, даже немного уменьшилась. Последующие годы операторы нашли новый конек, который позволяет зарабатывать деньги. Конечно же, это услуги нового поколения, мобильный интернет, контент-услуги. Но если говорить о хлебе с маслицем мобильных операторов, это обычный звонок, исходящий голосовой звонок. Этот рынок за прошлый год, за 2011 год, вырос к 2010 году в гривневом эквиваленте на полтора процента. Ого! Принимая во внимание, что ВВП страны в гривневом эквиваленте все-таки растет более чем на 20%, где-то на 20% в год, очевидно, что мы индустрия, которая почти не растет. Мы индустрия, в которой украинец вообще не хочет тратить ни одной гривны в месяц. Это индустрия, которая не умеет нормально обслуживать клиента среднего класса. Потому что в многие индустрии в погоне за клиентом, за бедным клиентом, убили предложение, дифференцированное предложение, при помощи которого с клиента среднего класса можно получить дополнительную маржу. Поэтому на данный момент, иногда я, когда слушаю звонки, слушаю реакцию клиентов на то, что у них месячный счет поднялся на 5 гривен в месяц, я слышу такое возмущение от какого-нибудь пенсионера. Вы что? 20 гривен в месяц это непозволительная сумма. Как вы можете поднять счет с 15 гривен до 20, при том, что мы увеличили в 3 раза количество вложенных минут в эту сумму. 20 гривен в месяц пенсионер платить не может. И об этом я слышу десятки, сотни обращений, когда я делаю какие-то случайные выборки. Клиент экстремально ценночувствителен. Изменение цены на одну копейку может привести к оттоку сотен тысяч клиентов за несколько месяцев. Я это видел на практических примерах, работая в двух разных операторах мобильной связи. Поэтому, ну, хочу сказать, что моя индустрия пострадала от кризиса очень плотно, и мы считаем каждую гривну, которую платят нам клиенты. Окей, Игорь. Я послушал жалобы своих коллег. Я вам скажу одно. Из разных индустрий я из строительной индустрии. Если нужны комментарии, могу прокомментировать. Так на самом деле никто не пострадал от кризиса, как строительная индустрия. Даже теоретически себе представить нельзя. На самом деле это не только у нас, это во всем мире. Строительная индустрия очень тесно связана с банковской. банковская вследствие ипотечного кризиса на Западе пострадала. Потом это пришло к нам и влупило нам по полной программе. Что я хочу сказать. Когда я слышу где-то там по телевизору россказни о доступном жилье и про прочие вещи, я это кроме как россказнями назвать не могу. На самом деле в стране громаднейший неудовлетворенный спрос на новое относительно качественное доступное жилье. То, что он неудовлетворенный это одно, то, что его для его удовлетворения нет на рынке покрытия это другое. Мы работаем в сегменте ультрадоступного жилья, мы его позиционируем как жилье для самых умных. То есть это для людей, которые считают каждую копейку при покупке и все равно выбирают у нас купить. То есть у нас ни одного квадратного метра лишнего нету и так далее. То есть предложение на рынке, чтобы вы представляли себе квартира 26 квадратных метров начиная. Квартира полуценная 26 квадратных метров. При этом мы продаем в рассрочку от 30% первого взноса и при этом приходят многие люди, которые бы купили, но они даже на таких условиях им очень трудно купить. На самом деле если бы было разумное ипотечное кредитование, разумное я считаю, не какое-то там фантастическое, с нулевым взносом и так далее, разумное ипотечное кредитование, то никаких проблем бы у людей не возникало. Но ипотечное кредитование опять же связано с уровнем страновых рисков, которые по Украине достаточно велики и понятное дело на самом деле мы работаем с банками. Те проценты, которые предлагают банки, нормальный вменяемый человек не возьмет ипотечный кредит. Ну просто не возьмет. Стараются взять у нас рассрочку, как-то выкрутиться и так далее. Платить там 22% очень люди не хотят на самом деле. 21% и так далее. Как у нас идут дела? С 2009 годом сравнивать нельзя. Дела идут намного лучше. Квартиры продаются, но на самом деле по моим оценкам в том сегменте, где мы работаем и то, что мы делаем, при наличии финансовых инструментов у людей продажи наши возросли бы раз в 15. Не в 2, не в 3, в 15. Это то есть я считаю, что мы удовлетворяем 5% спроса, а еще 95% неудовлетворенного спроса мы не удовлетворяем по той причине, что людей нету финансового рычага купить. Финансового рычага именно купить у нас. То есть у нас покупают люди те, которые отложили где-то деньги из депозита сдернули и так далее. Те покупают обычно сразу все деньги выплачивают, у них есть эти деньги и так далее. Значительная часть покупателей это экономически активные, социально активные молодые люди с доходом. с доходом. Но банки их не кредитуют и в принципе и условиями не проходят. Поэтому они как-то пытаются и покупают и так далее. И таких очень много людей. На самом деле покупка квартиры это ультра рациональная покупка. Тут степень эмоциональности какую-то роль играет, конечно, но люди все равно в конце концов очень рационально к этому подходят. И считают каждую копейку вот как в мобильной связи приблизительно. Немножко уровень затрат разный. Поэтому что я хочу сказать. Конечно, лучше бы я не видел ту презентацию, потому что по ней у нас никто вообще не покупать не должен. А у нас все-таки покупают, я надеюсь, что все-таки потребительские настроения в сегменте FMCG, к примеру, и потребительские настроения в сегменте очень долгосрочных, долговременных, серьезных покупок, все-таки они немножко разные. Наш продукт, он очень серьезный, очень долговременный и очень такой, знаете, кто новую квартиру в новостройке сколько раз человек в жизни покупает? Один, ну максимум два. Больше двух, ну нету, я не думаю, что кто-то знает людей, которые больше двух раз себе покупали квартиры в новостройке. Чаще вряд ли. поэтому это то, что происходит разве в жизни. Спасибо большое. Вот такая вот ситуация. Олег, Олег, Михаил, вы готовьтесь? Значит, я так понял, что мы здесь со строителями сироты на одном краю дивана, потому что я как бы это успешные, а мы несчастные, потому что мы можем, пересадить. я понял, вот Дима, пожалуйста, к Александру. Жиртрес от весь, про колечки все эти туда, те, кто реально там сироты сюда. Значит, я речь веду про коммерческий транспорт, это образно большие грузовики, которые ездят на больших шинах, перевозят и там курятину, и колечки, перевозят, и строят материалы, и все. Значит, транспорт заходит в кризис первый, то есть мы сразу видим по… Первый после маркетологов, которые за строителями пришли. Это кто на что учился. Мы сразу видим собственно кризис, потому что я помню 2008 год, значит, в октябре минус 70% продаж в один день. То есть автоматически. С точки зрения вообще транспорта, то он на себе чувствует все сдвиги рынка. То есть для того, чтобы было, как вы говорите, потребление жилья, чтобы собрать деньги, то есть какую-то программу, доступное жилье, автоматически увеличится стоимость таможни, таможня остановилась, транспорт не ездит, ну и пошло-поехал. То есть мы сейчас чувствуем, как вы хотите начать строить жилье, потому что, соответственно, денег нет, чтобы строить жилье, таможня начинает останавливать транспорт. Это для начала. Но если говорить в целом, по поводу транспорта, это специфическая отрасль, потому что, во-первых, она должна и будет существовать, потому что она, во-первых, перевозит, во-вторых, это вопрос топлива, это статья номерные затраты. Если взять всех топлива, то их немного в стране, они, естественно, контролируют весь транспорт. Все оставшееся после топлива, это практически в кредит. И платится это по кругу, то есть и последний, как известно, как строители платеж не платят. Если взять вообще колобайную тенденцию, то неплохо живут сегодня строители, как ни странно, которые обязательно, собственно говоря, перед евро, ну там пару месяцев до этого не заплатят всем предыдущим, кто ничего не дал в кредит, поэтому часть транспорта отклеится. После этого неплохо живут, собственно говоря, все перевозчики зерна, как ни странно, это отдельная тенденция сегодня, которая существует, но это транспорт, который ездит сезонно. Классический транспорт, который раньше перевозил международные перевозки, он, как таковой сегодня не существует потому что опять же вопрос таможни вопрос борьбы с контрабандой вопрос борьбы с платежиком НДС вопрос борьбы со всем чем можно бороться он заставляет транспорт остановиться а выживают только те кто машины как правило имеет ограниченное количество в лизинге или как правило внутренние перевозчики которые сегодня составляют основу транспортного бизнеса это как раз те кто вводит курятину, которые ездят для которых сегодня это затраты или топлива, или бензин, или спирт или все что угодно, то что является предметом потребления поэтому на самом деле это вопрос маркетинга, то есть мы в своей отрасли пытаемся в связи с тем, что это не дешевый любой товар называть если вы представляете стоимость грузовой шины как ни странно, это минимум 4000 гривен одна шина, средняя покупка это шин 8-10 поэтому я не знаю насчет колечек но в любом случае шины нужно купить это такой продукт который в любом случае изнашивается и он математически, то есть если там 12 миллиметров губины протектора износ, его можно пощупать то без шин не поедешь то есть я даже мог бы фасуд не сходить но собственно говоря без грузовиков никак и понимаете такая тонкость мы меняем потребление потребителей потому что в нашего то есть как в других производителей пытается выжать сервис на сети пытаясь не улучшать потребление не менять модель поведения клиента он пытается отжать сервис на сети назовем так или посредника выжать с рынка и удешевить за счет этого стоимость товара что фактически беспреспективно мы же стараемся переходить к другим поведениям клиента таким как например арендовать шины продавать им пробеги продавать им километры все то что говорит чтобы людям продавать деньги а не товар собственно говоря который во первых можно реально пощупать с точки зрения денег во вторых это вопрос рационального поведения то о чем мы наверное будем говорить потому что человеку нет сегодня предмета выбора он не понимает как оценить то есть красота вещь хорошая но как сравнить на самом деле даже обыкновенно потребители которые покупать легковыше на сеномашину не может надо сравнить поэтому мы как сироты поддержим здесь друг друга михаил я понимаю очень коротко максимально быстро звук конечно есть свет тоже я расскажу о том состоянии в котором живет потребитель да да я расскажу все таки звук есть о том состоянии в котором находится потребитель это такое перманентное состояние которое мы называем жизнь в бюджете да и какие предложения форматы сервисы услуги и продукты они привлекательны для этого потребителя который в таком состоянии находится с 2008 года и в принципе по прогнозам будет находиться еще возможно долго да то есть по данным госком статус за последний год продукты подражали на 11 с половиной процентов алкогольные напитки и табачные изделия на 22 и 7 процента до услуги жкх также подражали на 15 и 4 процента в то время как доходы остались неизменными в принципе эта ситуация как бы и говорит нам о том что наш потребитель он живет в бюджете и тренд мы называем жизнь в бюджете и описываем вот так что несовременно тратить и переплачивать за товары услуги сегодня современно найти те же товары услуги бренды да но по более приемлемой цене не проиграв при этом в качестве это главная характерная черта там особо точнее направление умного потребления да мы называем еще такой тренд как умное потребление также мы видим что опрос проводился в городах-миллионниках жители возраст 18-35 да то есть они стараются покупать модные дорогие брендовые вещи по скидкам в стоках не переплачивать за бренд почти что 50 процентов да в украине многие товары и услуги продаются по высокей цене но они все но люди всегда стараются находить высококачественные товары и услуги по более доступной и обоснованной цене опять-таки за 60 процентов мы понимаем что в таком контексте появляются новые интересные форматы которые привлекают потребителей которые становятся трендовыми допустим это фестивали и праздники скидок на которых возможно кто-то из вас был это космопонита шопинг night 6 городах-миллионниках собрала это этот фестиваль это мероприятие более 300 тысяч человек и в этом году они будут проводить повторно опять-таки два этих мероприятия не буду детально описывать каждый из этих так можно не писать дальше мы видим что компания которые находят торгуют предметами то можно сказать entry luxury luxury они тоже принимают какие-то интересные красочные названия для фестиваля праздников скидок как зап на западе есть такое понятие как black friday мы видим что у нас хелена марлен тоже започетковала black friday видим здесь это тоже скидки дальше мы видим что появляются опять-таки все старое но приобретает новые формы ярмарки распродажи у нас очень активно в молодежном сегменте формат ярд сел развивается так где можно купить интересные полезные одежду и брендированные данного но со скидками это тоже целый ярмарки фестиваля опять-таки умный потребитель понимает что дешевле чем в украинских монобрендовых бутиках заказать можно одежду и аксессуары на зарубежных сайтах и те вот у трансаторов на слуху которые это первую очередь а соском и на это порт и да то есть интерес к таким ресурсам растет дальше мы видим что запускается демократичные форматы тот же хелена марлен хелена марлен 2 это магазин тех же брендов по демократичным ценам наверно многие за сбыли уже на сагидачном так также демокричные форматы которые опять-таки привлекают потребителей ашан метро аптеками ских тем то есть прямо в названии уже звучит как бы призыв потому что у нас дешевле да возможно это эта история живет на западе немножко другие корни имеет у нас корки мне кажется это скорее для того чтобы сэкономить да нет и потому что плохой выбор винная карта и неполные тогда люди скорее могут заплатить на 50 гривен корк фи да но принести при этом с собой очень много алкоголя которые не приобрели тоже поляне или в гудвайне по более низким ценам для них это тоже экономия да это демократично спасибо дальше что еще с 2008 года растет количество стоковых магазинов брендовой одежды люди как бы имеет они вызывают конечно подозрение у потребителей что эта вещь не совсем является той которая заявлена но тем не менее они растут как грибы после дождя и будут продолжать расти дальше мы видим что стоковые магазины не только одежда но широкий ассортимент продуктов и товаров да мы видим что сервисы которые помогают найти и ориентироваться по скидкам по распродажам на них тоже растет спрос и я думаю какой-то из них будет наиболее популярным сейчас не могу сказать какой из них действительно в топе но вот какой-то формат я думаю вырисуется дальше мы видим что как бы да наш потребитель он любит шару это изначально мы многим много раз об этом говорили сейчас появляется такой киевский портал шаров у юг который описывает все мероприятия которые бесплатно которые можно прийти бесплатно да очень удобный планировщик для потребителей которые живут в бюджете мы видим что развиваются также направление аукционов интернет аукционов где тоже можно по выгодной цене купить товар мы видим что развивается направление сайтов которые предлагают сравнивать цены потому что для потребителя очень важно сравнить цену цену в одном и в другом магазине мы видим что растет спрос на private label которые тоже они более низком ценовом сегменте находится но при этом качество остается считается на уровне и мы тут мы видим только что это продукты питания но и браска интертоп да и бракард светской лица тоже private label совершенно других категориях появляется мы видим что что раньше было премиальным она как-то приближается стану старается быть доступным для более широкого сегмента до раньше эксклюзивная одежда украинского дизайнера она была доступна только избранным сейчас как бы проект поставит и броска это как пример доступного премиума да то есть я покупаю не просто там броску и но тем не менее не поставит я покупаю вот специальное эксклюзивное произведение да по более премиуме цене дальше мы видим на счастливые дни и часы насколько эффектно это работает я думаю дмитрий лучше знает эти акции они у нас все больше и больше используются хорики так программы журнала со скидками тоже очень популярный формат мы видим что с юмором можно подходить предложением да и допустим ваша скидка может равняться размеру вашей одежды да как как пример дальше сейчас тут у нас стандартное предложение покупайте 2 ну в общем то и все время да но на самом деле я хочу сказать что я попросил мою коллегу из бирмингема который вот и в агентстве сделать такой же обзор что делают в британии да потому что там тоже говорят о кризисе и на самом деле из не там не изобрели велосипед все вот эти примеры которые показывал они в принципе присутствуют и на рынке британии там нет ничего такого вау чтобы чем вы можно было привлечь потребителя кроме тех вот форматов примеров которые показал спасибо больше ну смотрите из того что это презентация конечно более оптимистичная чем первое вот но если ее свести к одному слайду то это скидка которая теперь завернута в чуть более привлекательную упаковку да то есть раньше это было просто знышка а сейчас это космополитен шопинг black friday для тех кто понимает вопрос к вам уже к вашим собственным брендом к вашим предприятиям кроме снижения цены кроме вот прайс чувствительных предложений если можно так или там прайс привлекательных предложений какие инструменты вы использовали последний год для того чтобы эффективно работать с людьми которые живут в бюджете это вопрос номер два номер один и вопрос номер два средний класс он вообще сохранился то есть те люди которые не совсем в бюджете у которых чуть чуть больше денег вы видели чувствуете кто они вообще тоже можем не знаю там с александра начать касательно и действий которые мы предпринимаем работе с клиентом до наш бизнес он очень чувствительны цене маленький пример мы запустили объект у нас цена пива была там за бокал условно 8 гривен в 50 метрах заведению них было 850 перебежали там люди пить пиво туда камней за 50 копеек разницу потом я поднял цену на гривну и убежали обратно вот то есть очень чувствительно к цене тем не менее я считаю что в нашем сегменте очень важно давать ожидаемое или более чем ожидаемое качество и количество за деньги которые люди платят да это не просто там условно за 20 гривен можно мне нормально покушать за 25 и нужно туда влезть нужно все хорошо правильно и вкусно и качественно то есть это первое нужно давать честно правильную еду и обслуживание второе мне кажется нужно расслабиться нужно получать удовольствие от общения с клиентом дать возможность клиенту повеселиться дать возможность ему тоже расслабиться и нужно быть ярким не таким мне кажется вот туда нужно идти потому что ну я думаю меня поддержит коллега по ресторанному бизнесу канделяброй канделябрами правильная еда правильный сервер за правильные деньги и еще что то вот такое такое приятное это это то что будет толкать рынок и последнее я уверен я уверен я это буду делать и делаю нужно давать какой-то какой-то дополнительная услугу бесплатно либо дополнительный бонус либо дополнительные ощущения я просто уверен на сто процентов это то что будут работать и не только в битусе наверно битуби то есть что-то должно быть бесплатно но все понимают на вай фай понятно это же все проехали что-то еще например меня впечатлило я делился коллегами опытом таким сеть магазинов итальянская мама зен папа которые работают ну детские магазины там все для детей у них есть комнатки каждом магазине комнатка где собирается мамаша с детьми там есть отдельные помещения где можно передеть ребенка покормить нагреть кашку отдельные столы где мама общается между собой туда не пускает больше никогда никогда не пускают то есть это все бесплатно ты не должен покупать кровать или памперс или кашу и пришла потусоваться с такими же ты то есть вот вы к этому еще не пришли но мы когда мы придем точно то есть дополнительный бесплатный сервис должен быть какой-то маленький кайф что-то приятное что-то такое сервис да то есть я верно это будет работать хорошо у нас ну каждого банка есть на самом деле два бизнеса собирать деньги это же деньги потом одалживать другим так что я быстренько разбивает она на две части то что очень интересно то что время кризиса чувствительность к цене в обоим сегментом подупал в депозитным потому что если раньше очень хорошо работали там макси даем какую-то маркетинговую фишку огромные ставки слава богу народ стал умнее уже не ведется на только на ставку только смотрит на глубже как бы на как на финансового партнера на банк уже маркетинг насколько как маркетинг ставка не работает но народ начал смотреть ставка и кроме этого что еще получаю надежность обслуживания и так дальше это хорошо это как бы говорит о развитию рынка конечно урок обошелся очень дорого и болезненно очень многим но он произошел это хорошо за стороны кредитной тоже к моему удивлению как бы не было тяжело как бы то что если можно назвать хорошего от кризиса 2008 года то что людям уже не все равно где брать кредит не только цена раньше это было философия где дешевле туда и пойду но люди убедились что то что сначала дешевле им же с этим продуктом еще жить там три года 5 10 15 может оказаться что на десятом году брака уже не так весело как на первом так что это тоже поменялось чувствительность жена ты не снизила вы женаты я нет но опыт из это девушки пожалуйста так что мы очень много вот вот цене не столько много уделали внимание в прошлом году как по развитию бренда и к новым инструментом продвижения за стороны допозит на очень хорошо у нас вырос интернет я по-прежнему удивлен насколько популярным он стал даже у категории постарше все фокус-группе все исследования даже среди бабушек как бы как вы ищете бангла ваших сбережений вот я беру внучка который заходит в интернет на удивительно они принимают решение благодаря интернету или в интернете да но ищут конечно бабушки потом пойдут походят поговорят с девушкой ну ну интернет появился в процессе принятия решения это вообще революция с точки зрения кредитной тоже у нас добавился новый бизнес который называется психологическая консультация что я имею ввиду и чем мы конкурируем на самом деле мы никогда не были самыми дешевыми и это то не есть мнение с наша цель но мы люди очень испуганы то что показывать все эти презентации им очень важна цена но им важно еще появилась дополнительная вещь обслуживание и что чтобы их понимали то чтобы им посоветовать у на у нас продажа кредита это очень еще длинный процесс объяснения что будет за страной что будет в политике как бы как у вас дела а насколько у вас стабильная работа и так дальше вот вот реально наши сотрудники сейчас это но в большей части психологии и советники какие-то это не банковский бизнес потому что народ настолько испуганный что вот 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 надо его первая задача успокоить вот я не шучу не продать а успокоить как бы не было смешно у нас очень хорошо заработал сервис который сервис это не сервис это это ответственность называется если клиент не может себе позволить такого кредита отправьте его домой не до отправить его отправить обратно домой ну не выдавать да потому что людям вот нужно их успокоить иногда просто отговорить от этой покупки причем на первый шаг это кажется вообще самоубийством с точки зрения любого как бы бизнеса да ну получаем бешеное количество рекомендаций по этому поводу если клиенту объяснить почему ты не можешь и почему тебе этого нельзя сейчас делать почему не советуем этого делать он приведет нам за руки трех клиентов это достаточно нестандартная и но этот рынок вот украина вообще не стандартная глобуса украины никто не отменял так что вот такие методы появилась новые за последних пару месяцев пару лет и и вот вот так ими двигалась очень много как раз не к цене а к бренду обращали внимание и заработал было как это вот самая успешная акция из того что вы делали вот то что перечислили номер один самый результативный инструмент самый результативный если если глобально сказать вот качество обслуживания и консультация не направлено вот как раз на парить она поговорить и создать партнерские отношения если глобально сказать очень хорошо заработал по всем направлениям супер просто что касается ювелирного рынка то цена не настолько чувствительна насколько чувствительна скидка которую предлагают сразу клиент приходящий в ювелирный магазин привык что ему со входа 30 процентов 40 процентов почему-то в сознании людей это нормально так наверное рынок сам создал такие условия потому что считается что проще убедить вот для всех вот такая цена дамы вам полтора в два раза меньше только для вас на самом деле надувальшество клиента но так так сложился рынок мы пытаемся с этим бороться принципиально этого не делая для нас скидка это только дань уважения клиенту который давно с нами или процентов 60 на где-то вообще максимальная скидка в салоне для чеков с улицы зашедшего 15 процентов это не с первой покупки потому что мы изначально ценообразование делаем более честным что ли или так то что касается как а как же мы работаем тогда с клиентом то вот так куда сейчас приходят до в рынок более доступных товарах мы там самого начала мы там давно то есть это все что касается не за облизывание до человека зашедшего любой сервис дополнительный кофе конфеты шампанское сервис бесплатный по уходу за изделиями которые пачкаются со временем ломаются мы бесплатно даже чиним украшения которые у нас были куплены максимальный сервис подход это первое второе это мы становимся для человека зашедшего в салон и с нами уже какое-то время пробывшего помощником что ли да то есть мы стараемся помочь ему решить любую ситуацию в его жизни мы помним о его днях рождения супруги хорошо вопрос вот эти девушки которые вы упоминали работающие которые приходят себя вознаградить кольцом за две тысячи долларов плюс есть минус хорошо вы их куда к среднему классу относите или или они бедные или как вы их если говорить о среднем классе вот сегодня я услышал очень много понятий среднего класса что это если определять по кошельку то в украине я не знаю согласится ли кто-то еще со мной вот такого классического там американского среднего класса не существует да то есть есть люди которые зарабатывают там до 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 600 то и меньше долларов есть люди которые работают либо на европейские компании либо сами являются владельцами бизнеса либо политики и жизнь ними зарабатывать сильно больше но если говорить с точки зрения там ценностей а мне даже ближе слово стиль жизни я бы сказал что да это средний класс конечно не зарабатывать больше чем классическое понимание ценового среднего класса но по стилю жизни это люди среднего класса можно три какие-то стиль жизненные характеристики ювелирная как вы их определяете характерные для среднего класса или что отличает средний класс от нижнего или высокого если речь идет о смарт-потребление то здесь как раз то абсолютно применимо когда человек покупает украшение не для не потому что это вот такой бренд не потому что там вот такой каратности камень и я все я чувак а из соображений мне это идет мне это нравится мне в этом комфортно мне это доставляет удовольствие да то есть это смарт смысле для меня не для не для вот этих всех покрышек не все обалдели а для меня окей дим я чтобы хотел отметить это то что вот если андрей то что ты сказал по поводу моей презентации что ситуация достаточно депрессивная на депрессивно не только для нас на депрессивная для массового потребителя это означает что в принципе при потреблении людям нужно немножко людям нужно получить немножко счастье естественно что за небольшие деньги которые человек может потратить мы много счастья дать не можем соответственно а что здесь становится наиболее важным особенно в секторе услуг это качество обслуживания причем если например в вашем бизнесе это то что вы назвали облизывание то в принципе в массовом бизнесе это скорее соблюдение стандартов и особенно учитывая рост интернета по нашим последним данным уже проникновение доля регулярных пользователей интернета достигла 42 процентов интернет это катализатор собственно говоря обсуждений в первую очередь негативного опыта и а и вообще эта тема тема некачественного обслуживания становится все более и более важной то что мы видим наши клиенты интуитивно чувствуют и начинают этому уделять все большее внимание это соблюдение стандартов проверка соблюдения стандартов методом тайного покупателя сейчас если раньше скорее нужно было искать тех кто пользуется этим методом то сейчас в секторе услуг В финансовом секторе нужно скорее искать тех, кто не пользуется этим методом, потому что, собственно говоря, самое простое счастье, которое может сектор услуг дать потребителю, это дать ему гарантированное качество, опять-таки в массовом секторе, в массовом сегменте это не бокал шампанского, не чашка кофе, а то, что человек пришел, получил то, чего он ожидал и ушел, собственно говоря, довольным тем, что хотя бы где-нибудь в нашей стране все хорошо и так, как должно быть. А FMCG? В FMCG сегменте что? В FMCG сегменте у меня такое ощущение, что сектор как-то не нашел способа адаптации к этой ситуации, потому что то, что уже начиная с 2009 года сектор не может выбраться из состояния стагнации, означает, что что-то не то в этом королевстве. Я до конца еще не могу дать объяснение, собственно говоря, о как с этим бороться. По сектору услуг оно как-то немножко проще, может быть, и я лично в этом чуть-чуть лучше разбираюсь. Возможно, коллеги смогут прокомментировать и дать какие-то идеи по этому сегменту более глубокие. Слушаю, опять слушаю и понимаю, у меня все не как у людей, если говорить о скидках. Мои рестораны, наверное, одни из немногих, то принципиально мы не применяем никаких скидочных карт, клубных карт и всего остального, потому что, ну, не честно это, то есть нужно работать в плоскости честной цены, ожидаемой, может быть, цены, которую гость готов заплатить за то или иное блюдо и, в принципе, все. Все остальное, ну, до недавнего времени, да, практически там все ресторанные сети использовали активно этот инструмент маркетинговый, да, скидочные карты, но это говорит, и любой здравомыслящий человек понимает, что это, ну, надувательство, то есть поднять сначала цену там в 6 раз, потом сделать скидку 20-30 процентов и якобы сделать таким образом приятное гостю, но это вранье, соответственно, здравомыслящие гости в среднем сегменте, как средний класс, это, естественно, понимают, и, ну, то есть я никогда в жизни не делал этих скидок, и слава богу. Если говорить о каких-то добавочных, да, вещах добавочной стоимости, в ресторанах полегче, если это, ну, ресторан правильный, то есть там, где готовят правильную стряпню из-под ножа, да, из свежих, хороших продуктов, есть еще некая эмоция, которая дополнительно дает, да, атмосфера в ресторане, например, в моих ресторанах практически во всех открытые кухни, можно наблюдать там за процессом, наслаждаться ароматами и видом того, как это готовится, там у каждого стола, например, найти, зарядное устройство для всех типов мобильных телефонов, там в туалетах девочки могут найти там предметы личной гигиены бесплатно, ну, Wi-Fi, понятно, естественно, максимум это, может быть, бизнес-ланч за какую-то фиксированную, да, цену, но не потому, что продать, да, за меньшую стоимость, там, два или три блюда, а в первую очередь для того, чтобы подготовить некий объем еды, чтобы в короткий срок фиксировано успеть накормить всех гостей, которые приходят на этот обед, не более того, и тем не менее, там, например, Олег практически не даст соврать, обедает у меня в барсуке с коллегами каждый день, но он, например, там ланч практически не берет, кушает практически всегда там по меню. Средний класс. Скидок не даю. Максимум, если вот из инструментов, которые озвучивались в презентации, Trend Watchin' Украин, Korkfi активно применяется, но вот наши гости Korkfi используют не так, как на Западе, да, 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 на Западе Korkfi это, ну, как бы, возможность принести напиток, которого у меня просто нет в меню, потому что мне, ну, дорого, да, держать ассортимент какого-то высокого вина. У нас как раз вот Korkfi, то есть заплатить 70 гривен за любую бутылку вина, используют как экономию, но в основном на празднование, там, дни рождения и так далее. То есть легче заплатить мне эти 70 гривен за каждую бутылку и купить в Гудвайне за 30 гривен или за 20 гривен бутылку дешёвого шмуродика, вот, и принести его, выпить на дни рождения. Вот, ну, где-то так, то есть скидок, скидкам нет. Окей. Было какой-нибудь вот что-то, что дало прорыв, не совокупность действий культуры, ценностей, вот какое-то одно действие, которое вот сразу почувствовало? Вот хорошо бы было бы, если бы такое было, нет. Вот в том-то и дело, совокупность вот этих вот мелочей складывает результат, к которому приходишь. Вот нет такого инструмента, вот как в ритейле я слышу, что-то там применил, снизил на полторы копейки и 100 тысяч человек потерял. Нет такого. Всё совокупно даёт результат. Супер. В мобильной связи. Начнём с массового клиента и средний класс. Что работает на массового клиента? Первое. Оставьте лазейку. Если клиент хочет экономить, оставьте ему эту лазейку. Пусть он её найдёт и будет счастлив, что он нашёл, что он что-то выиграл у компании. Как правило, эту лазейку клиент должен активировать каким-нибудь кодом, куда-нибудь позвонить, что-нибудь спросить. Таким образом клиенты, которые хотят сэкономить, даже последнюю копейку сэкономить, они эту возможность от вас получат. Если клиенту всё равно, если он готов заплатить на 2-3-5 гривен дороже, он этой лазейкой не воспользуется. Это первый подход. Сколько людей звонят, пользуются? Подавляющее большинство или… Наоборот. Сколько? От 30 до 50%. От 30 до 50% ищут лазейки, спрашивают у продавца в момент покупки, а как я могу ещё сэкономить? Ему говорят, отлично. Вот смотри, покупаешь, пополняешь, набираешь вот этот код и потом оно тебе становится дешевле. Нравится? Нравится. Половина клиентов всё ещё остаются безразличны. Это значит, что они готовы заплатить. Они считают, что цена уже доступная, уже справедливая и не хотят предпринимать экстра усилий, чтобы сделать её на 2-3 гривны дешевле и в ответ какой-то возможности себя лишить. Что делать со средним классом? Здесь с точностью да наоборот. Мы давно определили, что средний класс мобильной связи не хочет играть в лего. Он не хочет играть в сложный конструктор «сделай сам». Когда вот тут ты себе вот это дозаказываешь, а тут платишь, а тут скидка. Тогда в результате продукт твоей мечты становится страшным франкенштейном и нужно иметь три высших образования, чтобы всё правильно себе настроить, чтобы работало так, как ты хочешь. В результате продукты, где всё включено сразу, пользуются колоссальной популярностью. В этом продукте мы взимаем платёж выше среднего. Он у нас пользуется хорошо, он у нас отлично продаётся. Например, продукт, куда вложены звонки на все направления, куда вложены смски на все направления, мобильный интернет. Здорово. Его берут клиенты. Клиенты, которые раньше пользовались только звонками, но не пользовались смсом, получив теперь его бесплатно за одну фиксированную цену, начинают пользоваться смсом. Клиенты, которые не пользовались интернетом, но теперь получили всё, что хотят, плюс мобильный интернет, начинают им пользоваться. То есть мы видим, что клиент, соглашаясь на фиксированный платёж, в который всё включено, начинает пользоваться тем, что ему раньше казалось, да, наверное, и не нужно, наверное, обойдусь. В результате это повышает удовлетворённость клиента. Потому что он за фиксированный платёж начинает пользоваться большим количеством услуг, что привязывает его к оператору, делает его более довольным, делает его готовым к потреблению услуг в больших объёмах на телефонах нового поколения. Поэтому, ну вот секрет. То есть дефрагментируйте предложение для массового клиента, дайте ему возможность лазейку, пусть он её найдёт и будет счастлив лазейку сэкономить. И наоборот, объединяйте value в крупные куски для клиента среднего и выше среднего. Пусть его жизнь будет максимально комфортным, где всё под ключ, всё включено. Супер. Игорь. Что в строительстве, что в продаже квартир. Ну, понятное дело, самым жёстким дифференциатором является цена. Кто знаком с теорией Нила Рекхима больших продаж, знает, что бывают жёсткие и мягкие дифференциаторы. Так вот, самый жёсткий дифференциатор – это цена. Жёстче, чем цена, дифференциатора нет. Поэтому, понятное дело, что потребитель очень чувствительный к цене. И мы работаем в таком, ну, мы работаем в сегменте эконом-класса, такого ультраэконом-класса, я бы назвал. И больших возможностей каких-то ценовых телодвижений мы, естественно, не имеем. Да, и так работаем на грани рентабельности. Поэтому, конечно, с точки зрения ценовой мы делаем какие-то скидки, но обычно эти скидки не так часто делаем. Ну, типичная скидка при стопроцентной оплате, например. Например, это такая финансового характера скидка, делаем там 5% например скидку при стопроцентной оплате квартиры сразу. Вот, например, да. Ну, кстати, людям нравится, и многих это подвигает это сделать, да. Второй момент. У нас люди доплачивают за квартиры по текущей стоимости квартир, квадратной, которая там постепенно повышается, естественно, со степенью готовности объекта дома. Мы проводим какие-то акции с точки зрения, мол, в этом месяце можно доплатить там по сниженной стоимости, но полностью все, да. Как правило, эти акции, ну, все наши акции, цель ровно одна. Привлечь дополнительный финансовый ресурс, да, для того, чтобы мы активнее строили, активнее там сдавали в эксплуатацию и так далее. То есть, все очень просто. Эти вещи работают. Также работают какие-то очень конкретные вещи. Очень конкретные вещи работают. Например, там, купи квартиру, получи там холодильник, да. Работают такие вещи. Нормально работают, людям нравится. Очень конкретные. Купи квартиру, получи там телевизор, да. Купи квартиру, получи там еще чего-нибудь, да. Вот. Это даже лучше, чем скидку давать на эту сумму, да. Человек просто себе в голове думает, что вот есть квартира, еще и вот холодильник. Я вам могу привести пример акций, которые не работают вообще, да. Например, мы на каждые 20 квартир разыгрываем машину. Вот эта акция не работает. Не хотят люди рисковать. Но машину почему-то разыгрывают. Вот вопрос. Если бы мы каждый, на самом деле, мои коллеги дают каждому купленному офису квартиру бесплатно. Там они продают офисы в одном месте, да. И дают каждому офису на 100 метров квартиру бесплатно. Ну, тоже не очень работает на самом деле, почему-то. Так что все относительно, да. Для нашу категорию… Кроме цены что-то работает, кроме… Ну, все, что вы назвали, в принципе, финансовое… Да, еще работает то, что уважаемые банкиры используют – качество работы с клиентом. Мы очень стараемся качественно работать с клиентом, консультировать его по юридическим вопросам, по строительным вопросам, по вопросам эксплуатации жилья, по вопросам ремонта. Это очень работает, да. На самом деле мы стараемся очень… Индивидуальный подход к клиенту каждому. У нас даже менеджеры по продажам, они как бы есть по психотипам настроены на разные типы клиентов. И они уже, когда клиент попадает в отдел продаж, уже они там по психотипам смотрят, кому с каким клиентом работать, у кого с кем будет лучше контакт. Например, да. Очень важно это. На самом деле сервис, сервис людям очень важен, да. Есть клиенты, да, потенциальные. Теперь я хочу сказать про средний класс. У меня были когда-то в жизни иллюзии про средний класс, про покупателей, про деньги и так далее. Сейчас иллюзий нет. Я вам скажу, я вот вроде как бы, ну, там, ну, наверное, средний класс, может даже аппар. У меня на счету, например, нет денег в банке, да. А к нам приходит бабулька, ну, такая, я бы ей подал на улице милостыню, да. Она покупала внучке квартиру. Ну, ей надо было просто там снять, у нее там на нескольких счетах 200 тысяч долларов в банке. Вот ей с одного счета надо было снять 40 тысяч долларов, чтобы купить внучке квартиру. Там с ней разговаривалось, это самое. Я бы ей на улице милостыню дал, да. Это тоже наша клиентка. На самом деле, технологический подход надо иметь. Количество депозитов, хранящихся у обывателей в банках, сумасшедшее. Если бы 10% хотя бы этих денег бросить в строительную отрасль, как катализатор строительной отрасли, было бы просто замечательно. Анджей, это правда? Господа, господа, нам не хватает. Деньги, Анджей. Нам не хватает, это правда. Мы объясняем людям, что ваши депозиты, это, ну, кое-что объясняем. Ну, неважно. Вот. На самом деле, на самом деле, это правда, да. Анджей, что вы про строительство говорите? Эти люди не работают, потому что банки, банки эти депозитарные деньги тоже никому не дают. Я, кстати, не понимаю, уважаемые банкиры, где вы берете деньги на проценты, если то, что люди положили на депозиты, вы никому не даете. Я вот, у меня в голове вопрос, где они берут банки? Тумбочки, да. У разных банков разные объемы тумбочек. Вот, поэтому, что с точки зрения еще, с точки зрения, как бы, работы с клиентом у нас работает. Это уже, как говорится, персонифицированные продажи, это не из области маркетинга, да, то, что я говорю, это из области продаж, то есть качества отработки клиентов и так далее, и так далее. Безусловно, наши сотрудники, кто занимается продажами, должны очень серьезно владеть темой и быть консультантом высокого класса для клиентов, да. Если ты не сможешь быть таковым, доверие клиента к тебе не появится. Поэтому я очень там серьезно их тормошу, чтобы они были в тонусе, да, всегда наши продавцы. Супер. Что я еще хочу сказать, да. На самом деле я не нашел еще эти маркетинговые инструменты, которые нам нужны, чтобы донести, да. Потому что у нас на самом деле уникальное торговое предложение с точки зрения маркетинга. Уникальное на рынке торговое предложение, да, и должна стоять, по идее, очередь там, ну, с полкилометра клиента. Не стоит почему-то. Вот. И плохо это, да, на самом деле. Плохо. Еще маркетинговые инструменты задействовать есть возможность. После вот этого вот форума, если кто-то захочет мне предложить какие-то маркетинговые инструменты, я готов всех выслушать. По бартеру. С удовольствием. Даже платным. А мы сейчас перейдем к аудитории, буквально через две минуты я вам всем дам возможность задать вопрос. Я все понял, просто люди приходят сначала к Игорю, там с ними работают консультанты, потом они к Анжию, там им говорят прямо противоположное, и они с горя идут к Диме, и там уже с пробочкой все нормально. Не идут, к нему не идут. Они знаете куда? Они берут мобильный телефон и звонят без счета минуты, и друзьям говорят вот о своих проблемах на самом деле. Олег. Вот. Я когда, кстати, слышал вот эти проблемы мобильной связи, мне, честно говоря, я не знаю, смеяться или плакать мне. Ну, на самом деле, у меня есть мобильный телефон, у меня оператор, я 9 лет у одного оператора, не буду этого оператора называть, не дай бог. И этот оператор, я 9 лет у этого оператора, а он с меня берет денег значительно больше за одни и те же услуги, чем с каких-то ребят, которые сегодня подключились на моментальный сервис, да? И это разводняк. То есть, если ты с ним долго, тебя разводят по полной программе. Это, вот это вот принцип мобильных операторов. Вот и все. Спасибо. Ну, я так понимаю, что, да. Что развод является одной из формы маркетинга. Ну, я так понимаю. Я на самом деле… Это гражданское право, Олег. Ну, я тоже такой потребитель, я тоже почему-то, я приехал в Украину там 10 лет назад и подключился к одному оператору. Я ними каждый выходной отключаю телефон, потому что мне хватало там какие-то пару копеек на счету. Я говорю, ну подождите, я даже не знаю, там у вас один там ларек где-то, в офис заплатить нужно. Я не понимаю, можно как-нибудь? Нет, бесполезно. У нас законы, правила все. Я перешел на другую, уважаемую компанию. Сегодня я уже понимаю, уйти некуда, потому что это бесполезно. Там есть еще третья компания. Но что поражает, что постоянно мне говорят, а вот если вы пришли на новый пакет, вы там 4 года назад, вы бы сэкономить столько денег. А позвонит, скажет, что новый пакет или какой… Я думаю, да ладно, не буду переходить. Но это все бесполезно, потому что это глобальный фон развод. Но это, наверное, такой бизнес. Мне он нравится, конечно. Поэтому, да, это называется, если ты столько зарабатываешь, что не нужно уже сколько там, две карточки, два телефона, 15-40, что переключать там до SIM. Но что бы я хотел сказать? Бог с ним, там с курятиной, да, и с шинами. Вопрос борьбы, сколько стоит и почему так дорого, это вопрос маркетинга. Я могу сказать им как потребитель, что я просто не вижу никаких идей. Вот как потребитель ежедневно в жизни, мне поражает просто отсутствие предпринимательства. Потому что, например, я счастливый человек, потому что как минимум родился, допустим, при социализме, я вишел крушение, видел там перестройку, там ваучеры, там ранний капитализм, поздний капитализм, закат, там, ну и весь геморрой, что дальше будет. Но мне поражает, почему люди приходят в бизнес и пытаются что-то распределять после того, как все распределили. Тем более, что если нет рядом Газпрома, то я не очень понимаю, как вообще можно приходить в бизнес, желание быть в цепочке всех посредников, тем и последних. Поэтому, конечно, идея важна. И мне, допустим, приятно, вот действительно захожу часто к Дмитрию покушать, скидок он не дает. Но мне, конечно, мне удивляет все, что там происходит, потому что такие необычные вещи, например, суп из петуха. Ну, я все время думаю, что за петух, кто петух, какой суп там. Но это все удивляет, потому что действительно есть идея. Почему? Потому что то, что все говорят, какой-то сервис, так это вообще 21 веке должно быть. То есть это вообще вопрос не должно быть. Какие вопросы с сервисом? Все должны просто уже облизывать клиента, потому что рынок сузился. И вообще это, ну это просто совершенно очевидно. Ну, искренне улыбка, не искренне улыбка. Какая разница? Человек платит деньги и все уже. Это уже 21 век. И когда, конечно, я был не в том плане, что рекламирую там барсук, но я зашел, карточка не принималась, потому что кто не работал, света не был. Мне сказали, заплатишь потом, придешь. Не проблема. То есть, и это было, конечно, огромное сравнение с сетью, в которой я где-то рядом с офисом заходил на переговоры 15 лет, купил их заведение, и какой-то 46-й меняющий администратор на самом деле не мог понять, что это как раз тот из числа 30%, который кормит их, и можно было прийти официанту к новому в течение 40 минут хотя бы. И это все затрахало так, что больше никто уже не ходил, никогда не пойду. Просто называется доверие потеяно. Поэтому, во-первых, это, конечно, идея. Во-вторых, кроме идеи, это вопрос классического понятия маркетинга. То есть, я считаю, что если хозяин не маркетолог, ну, чтобы выжила компания, ну, наверное, если на чудо-дистрибьютор, логистик, грузчик, там, не знаю, кто угодно, наверное. Потому что, ну, не знаю, кто чем учит, в всей стране, там, куда ни плюнь, экономист, бухгалтер, маркетолог, юрист, да, то есть, ну, классические профессии, наверное. Но, наверное, есть маркетологи, которые понимают что-то, видение клиента, понимают, что нужно, и поиск решения для него. Но это очевидные вещи, никто не делает, вообще, просто никто не делает. Я был на мероприятии у Андрея, и я хотел, я сказал ему потом, как предложение, пусть они хотя бы траву-то почитают, просто если не читать, не сдают экзамен, просто не приглашать, потому что вопросы какие-то, такое ощущение, что, ну, вообще вопросы с космоса, такое ощущение, что журнал почитали, там, какой-то, пришли, тратить деньги. Поэтому, если хозяин или, там, его помощник, маркетолог, не понимает рынка, не хочет понимать рынка, не видит решения, ничего не придумает, и вообще борется, почему так дорого, и сколько стоит, и вся эта, весь этот, вся проблема, то не будет бизнеса. Это бесполезно, потому что никто не заработает. Более того, я хочу сказать, что я считаю, что главный успех, это вообще думать по-другому. И все эти каноны, раболепство перед какими-то концепциями, которые были всегда, это вообще вещь бесполезная. Потому что я прекрасно представляю, помню 2008 год, когда я нечаянно был на семинар по ценообразованию, приехал супер гуру с Петербурга, она зачесывала какие-то великие теории, что нужно держать цену, держать цену до конца. И на самом деле, сколько с тобой останется клиентов, типа вот вообще те выживают с рынка. Как ни странно, когда с подругом, все, кто пустили цены, все выжили, все сохранили клиента, потому что клиент сказал, вы нас, твари, наживаясь до этого, до нас. А вот вы сейчас, вы нас поняли, поддержали, нас, цены пустили, а те твари, которые, на самом деле, темы держали, не уроды, мы с ними работать не будем. Вот он, пожалуйста, реальные примеры жизни, которые я реально помню. А там целая теория будет с книгами по ценообразованию. Вот. Что мы делаем, допустим, в транспорте? Во-первых, прежде всего, мы ищем идею. Наша идея, как ни странно, и это удивительно, то, что это хорошее время, потому что людям можно еще все предложить, эту идею привнести. Потому что начинали мы бизнес 20 лет назад, когда клиенты вообще не понимали, например, что такое колесо, как вообще надеть на этот диск, и вообще у них был лучший предмет – это лом. А человек, как-то говорил, за подкачку шин платить не будет, потому что я, говорит, твари, платить за воздух не буду. То сегодня, как бы, совершенно очевидно, что человек приезжает, ему подкачивают, он говорит, я за пшик платить не буду вам. Сегодня, как бы, это немножко по-другому, но совершенно очевидно, что у нас такая страна, кто все торгуется за скидки, за 2%, за 15%. То, что потом потеряло через 5 минут все, что было, он не считает совершенно. Поэтому, конечно, я считаю, что скидки и любые цены – это просто или внимание, или честного позиционирования по отношению к каким-то заслугам. То есть или ты привилегированный клиент, или ты купил много, то есть совершенно конкретной формы. Все остальное – это просто обучение клиента экономике. То есть или вести за него учет, или показывать ему учет, или показывать ему выгоду, продавать ему математику, конкретную выгоду. И на этом пути мы доходим до сумасшедших форм, когда действительно есть такие формы, когда и шины арендуются, и продаются конкретные пробеги, все что угодно. При этом, при всем, конечно, в трагедии нашей страны мы боремся со всеми лицами принятия решения, потому что уровень воровства, который проходит на всех уровнях принятия решения, это говорит о том, что если сегодня показать хозяину его расходы и испугать его, что ты, собака, завтра, например, обанкротишься, если так будешь вести дела, то, конечно, он зашевелится. Но потом появится кукушка ночная, которая перекукует лица какой-нибудь механика, завгара, хозяина, лица какой-нибудь начальника штаба, кого угодно. Поэтому в этом, конечно, есть деликатность нашей страны, где нужно постоянно бороться со всеми везде. Второй вопрос, кроме, конечно, уникальной идеи, это, наверное, сегментирование. Потому что совершенно очевидно, то есть если мне нужно приходить в барсук, например, и мне нравится, когда с людьми можно пококетчестить, и вообще мне просто нравится даже внешний вид поваров, например, потому что я всегда поражаюсь этим красивым людям. Это шоу какое-то такое понятное. То, например, кому-то нужно, например, не знаю, кто не вел других ботинок, кто русский самый лучший. Вот, допустим, человек хочет, он ходит, допустим, в Макдональдс, и прекрасно ему, и он молодец, он быстро покушал там на ходу, и тоже молодчина. То есть каждому свое. Кому свиную хрящу, и кому арбуз, это дело относительно. Поэтому если человек не сегментирует свой бизнес, он не видит на самом деле, кому что давать, это бесполезно, потому что я не знаю, как это значит продавцов и там давать им подсрачники, но совершенно очевидно, что люди не могут спросить главного вопроса. Слушайте, а что нужно, чтобы решить вопрос? Что вы вообще хотите? Какие у вас проблемы вообще? То есть вопрос вообще никто не задает. За всю мою сознательную жизнь ни один человек не пришел и сказал, слушайте, я до вас там трачу хрену кучу денег, что нужно, чтобы я платил меньше. Не было ни одного человека. Я не знаю насчет там банков, которые приходят, меня почему-то с 8 марта поздравляют, а потом говорят, вот маме передадите там. Или, извините, я хотел шутку такую сказать, меня сегодня приглашили на форум маркетолога. Это написано, уважаемый Олег Викторович, приходите на форум маркетолога. Там ниже написано, что я выступаю. Я просто подумал, да где я, сверху или снизу? Такая рассылочка залетела ко мне. Это приятно, потому что понимаешь, что… Поэтому ничто не сегментируется. Я не знаю, как на счет CRM, Oracle, все, но элементарно какие-то сегментирования помогают понять, что нужно. Потому что, если клиент, например, возит, как ни странно, курей и имеет 44 склада в стране, ему по большому счету сколько стоит, потому что им главное вообще не останавливаться. Потому что у него есть вопрос гигиены, скорости обслуживания. Да и все, они служат безопасности, которые говорят, что всем голову трубят, если не пройдете 144 согласования. И может, самый важный человек, который продает этот юрист, который умеет составить такой пакет документов и занести его на тендер. Ну и последнее, это внедрение. То есть, совершенно очевидно, что 99% уникальных идей, они или раньше времени, или просто их никто не может запихнуть, вообще физически. Потому что нужно изменить модель поведения клиента. Потому что для меня, например, я не могу критиковать эту мобильную связь. Совершенно очевидно, просто меня не могут донести. Вообще, почему я должен пользоваться тем или тем. Но если я пришел и сайминовал машину в Германии, я спросил, слушайте, как сдать ее. А ты кнопочку нажми в машине, куда вернуть ее. Приешь, положи ключи, закрой дверь и уходи. Я совершенно понимаю, что должен делать как баран. Платите деньги, будьте счастливы. Когда мне говорят, ты там на 44 тариф вышел через неделю. Ну слушайте, наверное, важно, если я был студентом и у меня 13 гривен в кармане, я бы на выискивал 44 дешевых карточки и там ходил бы. А если у человека другие потребности, поэтому запихнуть клиенту модель поведения и научить его выбирать и дать ему какие-то ориентиры, ну это вообще на самом деле самая интересная вещь, которую можно сделать, потому что еще один секонд. Я всегда поражаюсь, как люди выбирают, например, тоже легковыше. но я пришел и спросил, как-то в Петербурге, слушай, слушай, что она говорит, хорошая. А я говорю, а это лучше, чем это. Как можно выбрать человека? Поэтому есть же еще и другие проблемы, которые кроме ценовых войн говорят о том, что сегодня индекс, так называемое, сравнение, он сблизился. Например, 60-70% уже запчастей, шин взять в Украине, это шин азиатского производства. Они уже почти по качеству такие же, как, допустим, мировая тройка. Но человек хотел бы купить себе имя, потому что ему нарядно, он может похвастаться, что я же на грузовике, у меня шина, например, там Пупкин какая-нибудь, но денег уже нет. И тогда он начинает париться по поводу, ну как же мне там, а сравнить он не может, потому что у нее не сказано, что индекс сравнения, если ты покупаешь, допустим, жену выбираешь по красоте, то шину выбираешь, не знаю, нету просто, никто не сказал, вот как тебе нужно покупать, никто не учит покупателя. И поэтому, конечно, неплохой метод набрать 144 продавца, дать ему посрачника и дать ему бонус и сказать, ты должен, сучок, сделать план продаж. Ну а как он сделает, хрен узнает, это бесполезно. Ну и потом сказать, у нас там лучшая сфера обслуживания. Я поэтому всегда поражаюсь, мне повезло, я не менеджер, то есть, поэтому не очень понимаю, как им ставят планы, говорят, выполняем, мы тебе бонус заплатим. А как выполнять, он даже не понял, ему никто не сказал, что никак делать, иначе, ну и все, самая главная задача уже потом каланится. Поэтому я просто сказал бы так, что если кто-то вообще считает, что он понимает маркетинг, и пусть он им и занимается. И не путает вообще, поэтому это как раз мы туда и попали, как бы целый форум директоров маркетинга, что очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ где можно прочитать в журналах, Бентли на хрящатике разбил 4 Жигули. Тут есть очень богатый сегмент, и есть массовый бедный сегмент. Средний, и это нормально, как бы в странах после, после вот изменения системы, Польша была такая же. Этот средний класс надо вырасти. Это задача на самом деле и банков, ну маркетинга, создать у людей потребность расти, хотеть получше машину, получше квартиру, свою компанию. Вот это задача маркетологов. Из этого все начинается, начинается экономический рост, который должен быть поддержан банком. И мы сами этот спрос как бы делаем, у банки такая специфическая штука, что мы цены не диктуем. Мы можем двигаться стоимостью от 20 до 22% за кредит ипотечный, но нашу цену диктует то, за что люди готовы нам отдать деньги, а это тоже зависит от экономики страны и стабильности. Если нет стабильности, цена высокая, в результате есть потребность, предложения нет, круг закрывается. Но я уверен, что этот средний класс появится, как только у нас появится больше стабильности. Когда это будет, за это не берусь отвечать. Пока мы разговаривали, почти спустилась ночь. У нас 7 часов. Я думаю, что 3 вопроса из аудитории, если кто-то хочет задать. Вот прекрасная девушка вам поможет. Это Игорь у микрофон, или вы просто хотите поделиться? Хорошо. Деньги в рекламу, обклеили бордами, значит, по радио все там говорят, что очень круто, заезжайте. Никто не заезжает. Осталось там буквально пару тысяч, вот что они сделали. Ну, они поняли, что главная проблема в том, что они покупают, потому что они уверены, что их не кинут. Все жилье закончилось. Они наняли грузчиков, купили пару диванов, эти грузчики просто целыми днями носили, спускали диваны, вот, заляпали пару окон краской, якобы люди уже заехали и делают ремонт. И подали живье. Даже не знаю, что сказать. А вы не грузчиков услуги представляете? Хорошо, еще два вопроса. Нет вопросов? Есть? Скажите, пожалуйста, как-то в основном сегодняшний день B2C, ну, у меня так сложилось. Ну, да, грузовики, да, это… Нет, вот как раз только в грузовике сказали про ЛПР, то есть впервые прозвучало это слово сегодня. На самом деле B2B очень много, я думаю, в зале представляют. И все приемы, в принципе, я знаю все, как в итоге, там, спин и все, но все-таки, вот вы, например, с ЛПРами как работаете? Потому что оно потом любые, как бы, правильные разговоры, и человек заинтересован, и все, а потом все заканчивается на ЛПРе. Олег. Ну, вы знаете, я скажу такую историю, я по клиентам не езжу сейчас, потому что я пытаюсь держать вес под контролем, потому что, когда ездил, я превратился больше в росту человека, потому что это было такое время, когда нужно было совсем выпить, поесть. и вот недавно я поехал в красивый украинский город, называется Дрогобыч, нечаянно приезжал, это вопрос работы с ЛПРом, а он сказал, заходи, Олежка, говорит, мы поговорим. Знаете, это очень интересное представление, кто такой сегодня хозяин, да, вот человек очень успешно, состоятельный, у него огромное количество транспорта, практически собственное, то есть это вообще, ну, это миллионы долларов, которые, вряд ли у него есть управленческий учет, если спросить сегодня планированности платежей, допустим, вот как ты планишь платежи на неделю, на месяц, на год, вы издержки, потом, о чем ты говоришь, что ты вообще, что, то какой-то бухгалтер есть, там, ну, вообще, я захожу, говорит, давайте сейчас кауна, нальем эту свету, получится скоро, в итоге мы поговорили, то есть я зашел у него, у него в кабинете одни подарки, то есть он живет, он подарки просто вообще, то есть он открывает там водка там какая-то там вообще немировская золотая, тут серебряный какой-то еще, русский, ну, все в подарок, точно не падает они еще, вот, он говорит, пойдем в победу, вот, я говорю, пойдемте в победу, ну, все ли победить, а он говорит, может быть выпьем, я говорю, не знаю, как у вас заведено, в итоге мы победы до шести вечера с ним, вот, ну, работа с ЛПР, да, если говорить, вообще, у нас есть лично я, как владелец группы компании, у меня есть бизнесы, которые называются B2C, называется, типа так называется, они, то есть розничный магазин, их, они, их десятка, насчитываются, они, что же женщин, я не хочу, поэтаприть, но это бизнес проще, стоишь точно для меня, потому что там работают одни технологии, то есть, когда девушка, например, меняет нижний билет, там нужно стоять, дать ей другое, чтобы она не ушла, там чистый коврик, там зеркало, все это более понятно, когда ты работаешь в B2B, то это решение постоянное, и я, я лично скажу свой опыт, что, я не верю, допустим, никаких продавцов, особенно после 2008 года, когда люди приходили, в которых встал очередь за продажей, говорят, я продавец, но насколько я помню, тогда продавал потребка ритования, а не продавец, то есть, я очень помню, у нас очередь, неделям записываются люди, главное было, мы устроили open air, приглашали группу Ленинград, выселили людей, все это жиртрест был, такой веселый, на сегодняшний день, я верю только в одно, существует жесткая сегментация всего, чего можно, если есть ЛПР, то кто он такой, коммунист, пионер, он бандит, синий, красный, зеленый, кто он такой, что ему нужно вообще, что за психотип, по какому мотиву выбирает, после этого с ним есть ответственный переговорщик, после этого у него есть человек, который обслуживает, после этого у человека есть предложение, то есть, если человек, у него домашний ларек, хороший, он должен сидеть в нем дома и заниматься самым клиентом, то есть, хорошая еврейская лавка, и это правильно, потому что невозможно иметь хорошие страны, там не быть, ну потому что известно сети в Украине, которые сегодня сгнили, просто по моему мнению, потому что там ничего вообще нет, то есть, ни питания, ни обслуживания, хотя бы что-то из дуба, если человек имеет свой ларечек, ну пускай сидит и занимается, им нравится, и он будет там сам подпрыгать к клиенту, если системный бизнес, то это вопрос конкретно, дифференциация подношения ко всему, и поэтому по отношению к этому клиенту, который заехал, у него есть украинскоязычный сотрудник, который, собственно, ничего бы не продает, он просто ему раз в год подарил то, он знает ее потребности, он понимает его полностью мотивы, он знает день рождения главного бухгалтера, он с ним так и работает, и главное, что он доволен, потому что у них денег столько, что не нужна ему эффективность, а другой клиент, который знает, что у него страхи ночные, что его жухает начальник, например, по закупкам, ему самое главное давать отчет по интернету, что вот твои денежки, вот они, вот они, сиди смотри, поэтому, и во-вторых вообще, сколько этих должно быть клиентов, потому что, например, вот эта мания, у нас там 44% рынка с половиной, у нас там 300, мы там то, мы, я не знаю, то есть, по моему мнению, допустим, если человек обидел свою целью аудиторию, он понимает, сколько он может обслужить, он понимает, что не может есть все и продавать всем, но слава тебе Господи, пускай возьмет 100 клиентов, обслуживает их, держится, они никуда не уйдут, а если человек, шапками закидать, а потом еще бурочки там посеять, ну это, потому что, ниже конкуренция физически, конкуренция, вот по-моему мне, физически нету просто, ни среди сотрудников, ни среди компаний, ничего, то есть, и сотрудники приходят, такой просто, слушайте, какой вы труд продаваете, что умеете, да, о, что ты можешь делать, ну что ты плачешь, получаешь деньги, что ты можешь предложить замен компании, ну как, я на работу хожу, ну такой же подход и у клиентов, то есть, работа с ЛПР, то есть, есть еще зависимость, я на все не очень видел, чтобы, чтобы кто-то сотрудник ушел, причем еще украл, и кто-то позвонил оттуда, сказал, слушайте, а кто у вас там сотрудник работал, да, что с большим удовольствием еще возьмут, еще скажут, слава тебе Господи, мы отрахали этого конкурента, то есть, соответственно, независимость от сотрудника, и четкость сегментации, дает какой-то результат, при котором ты понимаешь, что не может человек, который переговорщик, ходить, облизывать клиента, он физически не может, потому что это разный психотип, но я думаю, то, что я говорю, прописано любой книжкой, если взять базовый набор, на 46 книжек прочитать, никто давно ничего не придумал, просто наша проблема славянская, как ни странно, нам становится скучно внедрять, скучно. Спасибо вам огромное за ваше участие, за ваши выки, за все, вот мы хотим подарить вам сертификаты докладчиков, за то, что вы спровоцировали рождение новых идей, а также, приятные подарки для тела и души, Ира, так, подарки передаем всем, и сертификаты, за то, что вы спровоцировали рождение маркетинговых идей. Давайте аплодисменты, ну, товарищи, вы не сказали, седу и развивали, я не сказали. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...